Представьте, я сейчас нахожусь здесь, и у меня почти 100 библиотек имеют книги. Почти 100 библиотек. 95 библиотек на сегодняшний день имеют мои книги. Ну это что там? Так они, может, не читают. Ну, ты думаешь так, а я пришел в библиотеку, как будто один из этих, ну и открывает там где каталог, читает. Я говорю, а вы можете показать мои книги-то? Ну я там. Показали, а где? Вы брали же много, они неприкасаемые. Я говорю, а вы оно ее посмотреть? Может, растащили? Они рабочих вызвали, они вот так на руки в охапку и вытаскивают. Я говорю, не надо, не надо, мне уже неудобно, я просто пошел. Читают и показали, когда брали. Конечно, это не пасторальный роман, не каждый берет, это не Гарри Поттер. Там надо работать, работать очень сильно. Но люди, которые читают книги, они меняются. Это однозначно. Кто бы ни читал, а они делаются другими. Вот это качество книги. Заключенные. У меня был, там, мэр города. И только на работу был, опоздал, до трех считал. Если она неинтересная, до трех часов никто ее не будет считать. Она интересна тем, что написано без ужимов. Нравится, не нравится, я никогда об этом не думаю. Я просто говорю, у меня вот эта преграда перед Богом не стоит. Я их словил, в первый день как обратился. Господи, говори, слушай это, рад твой. Владыка, рад твой предстал перед тобой и говори. Вот с этим мы выехали. Вопросы? Ну, понятно. Как у владыки обстановка. Он просто настоятель. Я говорю, вы епископ? Да, я епископ. Он епископ. Звание сохраняет, а у него никого уже нет. И наш он как бы и не епископ уже. Но принял нас очень хорошо, радушно. В одном месте он меня осек, когда я сказал, что не мог попасть к этому к митрополиту. Он говорит, я сам к нему не мог. Ну, не судите, не судите, не судите. Повел домой, где он живет. У него коморка. Ну, половина нашей кухни вот этой вот. Такого епископа просто нет нигде. А остальные, где заходишь, там дворцы мраморные. Там все по золотах у других, которые есть. Наш епископ это из простолюдинок. Простейший, простейший. Мы были, мы видели. Что будет дальше? Вопрос этот многие задают. Будет то, что написано в Библии. Это абсолютно точно. Я в этом не мало не сомневаюсь. Страна будет разделена. И задача эта будет выполнена. Это мировой Кагал поставил задачу. Задача комитета 300. И везде это все известно. Когда я раньше говорил, некоторые говорят, о, масоны, вы придумываете. А сегодня о масонах пишут. Баптисты, пересядники, адвентисты. Все. Я говорю, я когда говорил, меня сажали за это дело. А другие говорили, ну еще у какого масона. Про них в Библии ничего нет. В Библии написано, что он воссядет, как Бог, подавая себя за Бога. Как он сам сядет, ему подготовить надо почву. Хотела встретить людей, которые мне помогали когда-то. Ну, писатель Александр Ежный, потом в монастыре. Ну, на Бесеневске, там не монастырь, а храм. Я оставил книги для него. Там, с Осипом поговорил по телефону этот. Профессор выступает. Поговорил, да, но он не дома был. У этого Кураева дома не было. Кажется, отец что ли у него умер. Ну, я тоже кому хотел, я все оставил книги, и они там берута дома. Один был юношем у него, в Киеве останавливались. И первый священник. Ну, и ему тоже оставил Сергей. Я все время чувствую себя должником. Во взаимной любви, что я нуждался, мне люди помогали. И мне хочется чем-то отплатить. Отплатить мне есть чем. У меня истинное сокровище. Полное. Вот, представь, новый завет толкования. Это все создают. За две тысячи лет не выходило ни в Западную, ни в Восточную Церковь. Наш труд супероригинальный, единственный. Это Слово Божие. Когда показывают симфонии на житя, никто и не видал. Но она моя, мой труд. Симфонии на экономические тоже. Они есть какие-то неумелые. Это самая лучшая в мире, я говорю, симфония. Ну, конкретно, вот, вопрос, вот, был в одном месте один, подошелся, симфония. А я как раз, преподаю Ветхий Завет, мне как раз это надо. А у вас нет одного взаимпиара? Священник. То есть, кто-то нас ищет, но он не знает, что мы существуем. А сколько вас, а много ли вас? И, ну, делаем ли мы по-году? Ничего мы не делаем. Мы просто волимся, а как Богу угодно будет. И, с которой она знает. Вы говорите, у вас там есть, а у вас вот такая-то там не ходит в храм, а вот такой-то он не ходит. По именам называют даже, знают. Ну, прямо называют. Его называют там, соседа твоего. Ну, я говорю, ну, что я могу сделать, что? Мы должны быть любвеобильны. Мы должны на первое место выстоять любовь к Христа. Она безмерно велика. И широка, и глубока. Я говорю, что мы неповрежденные. Вот, я маленько простыл, все холодное хлебал. Сидим как в духовке. Конечно, продувает хоть и ветер. С нами собака. Я настоял, Сергей взял. Вот тут помощь неоценимая. О здоровье собаки все время молимся. Как легли, можем спокойно спать. У нас ты безопасен, окружен Господом. Это животное, которому Бахт отдал такую власть отдельно в кол, забито или за дерево. Даже заяц пробежит, она уже залает. Никто к нам близко не подойдет и убить нас тайно не сможет. Мы перед смертью все равно успеем помолиться. Я не говорю, что у нас автоматом мы начнем драться. Но собака это хорошо. И он едет с нами. Я просчитал по грузу, килограмм он 30, туда-сюда. Мы сейчас вот проехали, примерно 500 рублей на него потратили. 500 рублей дать. Он нам жизнь сохраняет. Это моя была идея, она выполнена. Мы все довольны. Каждый день собака Сережа занимается. Вот он его. Они погружились. Он бесстрашен такой. В одном месте выскочили, там 4 пса больше его роста. И там еще есть подбороки, да еще там щенята какие-то. Он как-то, да, но он у них в шахте. Пошел, и они все попятились от него. Опять выскочил, он подборолся. Левать я не хотел мочиться к стене. Все. Отбрил их. Он даже ухом не помел. Бывает кто-то сунется, а он залаял сразу раз. Главное, конечно, это милость Божия, молитва. Друзья, знай, что тебя любят и тебя ждут. Мы приехали, в общем, нас засылали там. Ой, да вы еще худее стали на меня. Ну, худее. Ну, сразу мы договорились. Двухразовое питание. Ну, что там, картошка, пост шел. Ну, вермишель какой-то покрошили. Ну, чай. Ну, чай там, если трава есть, или еще морковка. Больше у нас ничего нет. Варенье было. Утром просто, расцветая вода. Никто из нас не болеет. Все здоровы. Ну, нормально. Что еще надо-то? Если бы были другие требования, значит, мы бы к ним стремились. Но у нас ничего другого не было. Центр каждого города – это библиотека. Я библиотекникам говорю, я библиотеку ставлю выше администрации. А кое-где, даже выше храма, где ничего не делают. Библиотека – это образование. Если нет образования, нет нравственности, еще Солженицын сказал, такая Россия никому не нужна. Хотя бы она и совсем вздохла. Мы должны пробуждать людей, а для этого необходимо дать пищу. И люди всегда ищут пример. Вот мы беседовали, и священник, он иеромонах, он узнает все. А потом дальше, а вы православные? Я тебе как могу доказать? Ну, показал крестик, маленько, да как вы православные, я кричусь. Ему это не важно. Он, по сути, понял, что он не православный. И поэтому он сравнивает с собой и видит, что ничего нет у него. Я ему дальше опять говорю, да как если тогда вы православные, тогда мы все погибли. Я говорю, с этого и начинаю. Ты людей не учил. Зато он говорит, а одна овца погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться. А их, я говорю, миллионы гибнет. А где это написано? Где это написано? Я говорю, написано. Настольная книга священнослужителей, 3-й том, 601-я страница. Так, какая страница? Я говорю, 601-я. Он опять, а какой том? Да, 3-й том. Так как книга называется? Я говорю, Серафим Саровский 3 дня, 3 ночи молился, простирал руки на камни, с целью направленную о русских священниках-архиереях. Через 3 дня Бог заговорил и ответил, не пощажу и не помилую. Как будто ни одного спасенного, что Серафим был не такой, или мы не такие. А Феофан Дотворник говорил, одно-два поколения пройдет от силы, православие исчезнет. Что он был? Уже пророк? Говорит, нет. Тогда православие он имел в виду не это, что сегодня. Ну, вот людей я люблю, я перед людьми, он любит и всех причащает. И каждого целует. Ты за это еще ответишь, Бог. Кого ты целуешь? Мерзость эту. Ты поставь правило, что если женщина одевала брюки, ходила, даже дома где-то, не запускай ее в храм, тебе ни одного завтра не будет. И ни одного не увидишь здесь, им это не надо. Они пришли, батюшка благослови, батюшка простил, идите грешите. Он не говорит, ну смысл тот. Ты сколько лет их исповедаешь? Ну, мне 37, ну, наверное, лет уже 17. Ну, и ладно. Еще. Я говорю, ты знаешь, что напоминаешь? Полная бочка куриного помета. И ты вот так раскрутишь ее на исповедь, а потом помет осял, полнедели постоял, опять помет раскрутил. Вот это исповедание грехов. Никто же не меняет ничего. Ты доведи до того, чтобы душа заплакала, отступила и не возвращалась, как пес на блевотину. Вот это покаяние. А то, что ты батюшке там рассказал о своих похождениях, это не исповедь. Если ты даже не думал бросать, ты заранее знал, что не бросишь. И он несколько раз. Ну, давайте не будем говорить. Давайте разойдемся между. То есть он боится, как бы его не предпруставали ко мне. А архиерей еще боится. Архиерей меня не знает. Но он на генном уровне понимает. Если я не такой, а к архиерею близок, архиерея теперь зашиворот. И они меня сторонятся, что он хороший, он патриот. А эту бегку я не знаю. Я его понимаю. Вот я с тобой знаю, а мне теперь кто-то скажет, ты знал, с кем, хоть какая ты будешь. Я тебя люблю, такая, какая ты есть. Мне нельзя тебя отвернуть никак. Я тебя люблю. И ты всегда в моем сердце, я за тебя каждый день молюсь, чтобы Бог тебя сохранил, помиловал. Чтобы ты целомудренно могла девиться в полном смысле. И ты меня ничем не отодьешь. Почему? Любовь превозмогает. А если у тебя ничего нет, ты как мне одно слово. А он еретик. Ты уже, он еретик? А еретик в чем? Да покажи где. В моем доме пришли еретики и познали Бога. А они уверовали. А у тебя? Ну, я молился с сектантами, с баптистами. Да, я молился. А в чем моя вина? А написано не молись. А как я молился? Ты знаешь или нет? Вот нас призвали на молитву, я пошел в новая жизнь. Когда стали молиться, я вышел в коридор и сказал, с вами молиться нельзя. Вы троицы не признаете. И мы повернули в другую сторону и помолились. Они как стояли, как и стоят. Мы уже помолились, они все еще стоят и руки вот такие вот держат. Это канон правила. Вы еретики. Но я, как людей, пришел, желаю вам поднять. Я вам дал истинное учение. Вы пригласили его. Я пришел. Но я не могу с вами согласиться. У меня есть литература, я могу вам дать. Они дали хоуп, бук, хороший. Я ее распространял в институтах на английском языке. Хорошие книги. Мы приехали тут на село, а там брошюрки раздавали. А тут ходили баптисты. А людям все баптисты. Их брошюрки. Я говорю, принеси. Она бабушка не отдала. А председатель света собирал и сжигал. Он патриот. Его батюшка благословил. И когда принеси, я посмотрел, это совет церкви. Баптистов. Иван Кристос, Кристос, Иван Баптистов. Я посчитал, это книга, не книга, а брошюрки. Это очень хорошее. Не надо. Зря сожгли, зря. А мы отдали бабушке. Тут о Христе все говорится. Что ж вы такие бабки? Ну ты сама не могла сообразить. Председатель света неверующего тебе тон задает. А его батюшка благословил. Да батюшки разницы нет на ком. Ну ты все. Батюшка-то его в храм-то не привлек этого человека-то. Он неверующий. Но он его науськал. А вы православные? А тебе какая разница-то? А вас наш поп благословил? Это страшные слова. Когда не хотят знать истину, слово благословения растворяет всякую истину. Вообще. Но в библиотеке не очень срабатывает. Видать, когда показываем там благословение, писать о наших книгах, они сразу соглашаются. У нас там есть показатель. Вопросы? Машина не подводила? А? Машина не подводила, ничего? Ни разу. Нигде. Говорят, надо ее поставить на осмотр. Я говорю, скажите хотя бы болячку какую? Ну так-то. Прокладка. И что? У нас шофера свои. И четверо мужиков. Одну прокладку не могут поставить. Ну это там другая совсем система. Даже с пластилином это залепи. Ну ладно, я пойду. Да еще я скажу. Дверка открывается плохо, ты считал. Одна задняя дверка плохо. Ну ее кулаком стукнешь, она открылась. Ну понятно, советская, русская. Но это же не болезнь. Вчера мы 23 часа, она не выключаясь, работала. 1600 километров. Ну что еще надо? Вот. И ни разу она не защихала, ни разу не остановилась. Я о большем даже мечтать не мог. Она берет груз какой надо. Мы сидим, впереди трое, мы сзади двое. Два сиденья простых. И внизу как раз собака вытягивается на эти сиденья. Но она внизу лежит. Говорят, пять мужчин, одна собака. И мы когда нас принимаем, мы говорим, с нами собака. Собака. Нам интересно. Я всех хочу поблагодарить, кто молился, кто помнил на будущее. А будущее будет во вторник. Помните о нас. Мы делаем это не для славы человеческой. Мы это делаем для Бога. Оттуда приехали, вот Кирилл сидит мальчик. Его детство, и нас как принял, и там развернул. Для нас это тоже было как открытие. Он обнял, целует. Мечтать даже нельзя. Повел. Все, вот тут спать вам. А спать там спальных принадлежностей человек на 50. Ложите, спите матрасы. Там уже готовить. Повел и в комнатную мастерскую. Везде, где еще надо. Человек никогда нас не видел. Вот уж внук. Я говорю, ты подражай диету. Какой у тебя диет? Он на 10 лет моложе меня. Так поблагодарим Бога. Попойте за спальню. Песня. 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 И жилище наше сохраняя от пожара, от воров, и от нечистой силы. На врагов прольем милость, уменьши их сердца и примири их с нами. Нам хорошо быть с тобой, Господь. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо. Христос, Лёше поклон передай, позвоните. Продолжение следует.